Сегодня приехали на монтаж нашего оборудования. Будут у нас 4 вида фаршей, 2 вида насадок. Из фаршей это курица, оленина, лось и свинина. Насадки 10 мм и пласт 4 мм на 180 ширина. Очень удивило, что наш шприц с давлением в бункере почти 10 тонн, а это на секундочку почти как поднять камаз, давив свинину, курицу вообще налегке. Как только перешли мы к фаршу лося, необычного и непривычного для нас, мы увидели, что время набивки увеличилось с 15 секунд до 27. Деваться некуда, выдавили и выдавили, но стоит отметить, что консистенция фарша очень сильно влияет на производительность. 4 мм заглушили и нормально получилось, да? Да. Нажали кнопку автовозврат. А мы поехали нагружать новую фаршу. Наша задача это не самим поработать на оборудовании, а показать всем сотрудникам тонкости и особенности работы. Вот, начиная от технолога, заканчивая до главных специалистов, каждый должен подойти к шпицу и поэкспериментировать, насколько это оказывается легко. На средней скорости подачи горшня, время нанесения на сеточку получилось около 15-17 секунд. Довольно плотный фарш, но эластичный. Может, быстрее еще? Может, еще быстрее? Бывает. На курице я удивлён, давилась вообще хорошо, она такая плотная. Поршень в самом верху, сейчас будет перезагрузка, это у нас оленина, очень необычный деликатес, нажимаем кнопочку автовозврата поршня, поршень пошёл вниз, в это время можно спокойно загружать. После перезагрузки фарша, учитывая, что система наполнена, фарш мы новый загрузили, остаётся частичка воздуха между фаршем и крышкой, если мы начнём сразу давить, то воздух начнёт постепенно вытеснять через трубки в шлангах и может порвать некоторые колбаски. Для этого закрываем крышку, не плотно, так, чтобы слегка погрузилась резиночка и осталась небольшая щель между крышкой и бункером. Нажали кнопку, подача фарша вверх, через щель воздух постепенно стравливается до момента, как вы увидите первый фарш. Как только фарш появился, резко кнопку останавливаем, ждём буквально секунду, 10, всё, фарш появился. Нажимаем кнопочку обратного хода поршня на 2 секунды. Крышка начинает вместе за фаршем засасываться. Подтянули гаечку, остановили ход поршня вниз, нажав инократно на кнопку на бульте. Всё, слегка подтянули гаечки, сильно не затягиваем. Всё, система готова для повторного использования. Поехали. Выкидываем. Сейчас мы прогоним предыдущий пак. Это второй. Загрузив фарш лося, мы удивились, он очень густой и скорость нанесения на сетку значительно упала. То есть где-то с 15 секунд стандартная свинина до 28 секунд для такого очень плотного фарша. Но фарш еще густой. Нам лося есть ему надо. Блоской, да? Они, это у нас не ездит просто. Хорошо. Лося есть, это мало у кого есть? Мы ни у кого не встречаем. Ну, то есть получается, курицу давим секунд 13, свинину около там 15 секунд, а вот фарш уже порядка 30 секунд. При этом следует обратить внимание, что шприц с давлением в 2,5 раза мощнее, чем любой его аналог. И здесь в бункере давление порядка 10 бар, что на самом деле примерно как поднять КамАЗ. Вот так выглядит оленевка. то есть тоже еще здесь вот по правилой. Вот так It's a считая город. КамАЗ А вот так я думаю, что как раз его сейчас вниз потолбить, это добавил. И это только что нужно. Продолжение就ION. Сменили на пласт Легким движением руки Бельера меняется на пласт Ну да, наверное, выше все-таки Давай в ящик Нет, это оленина Оленина благороднее звучит Лососина Это же самая кошерная колбаса Нет, толщина слоя, смотри, здесь одинаковая Ну это на большой скорости На этих он проще работал Да я даже не успела Я только ойкнула, а у вас уже реакция ойк Нет, красиво А может надо ввесить и его тоже Ну вот как, курица Курица, свинина, курица, свинина Здесь оленина И пласт оленины Смотрите, какой красивый Ух ты Вот так вот На западной Украине У нас делают сало Такие вот кусочки Называются слойка Мясо, сало, мясо, сало Слушай, а запах прикольный Вот, чтобы фарс остался деловым Его надо выдуть воздухом Ровненько ставишь Все промывается Видишь, вода стекает Хочешь флагочки, смотри, чтобы флага чистая была Да, первая, вторая Вытащишь резиночку Задавайте ваши вопросы ниже в комментариях Либо на нашем сайте Гидрошприз.ком Заказывайте услугу тест-драйв Либо шеф-монтаж перед покупкой Это тоже нормальная услуга Чтобы прощупать рынок И понять, насколько необходимо вам наше оборудование Ставьте лайки Подписывайтесь Будем рады